всем привет это наш очередное видео с очередной поездки поездка состоялась 17 мая 2015 года особой цели не было основная цель это испытать колеса новые колеса не знают это колеса другие диаметра 40 дюймов зимой мы уже на них покатались испытали вот теперь будем испытывать летом то есть вот так вот уже дорога более похожая на летнюю хотя если присмотреться видно что еще лежит лед на уазике установлены блокировки передний и задний мост блокировки блок спорт но сейчас мы стараемся включать пореже ну или пользоваться немножко аккуратнее то есть всяком случае разворачиваться с блокировками уже не будет потому что все предыдущие поломки у нас были поломки сломали полуось и переднюю и заднюю все поломки произошли во время разворота со включенными блокировками сейчас сейчас даже колеса мы даже не спускаем то есть вот так вот без блокировок накачанных колесах только за за счет диаметра за счет того что колеса новые то есть процектор цепляется залет можно ехать то есть видно что сейчас блокировки выключены теперь обратите на такой момент видите левое колесо прокручивается блокировки выключены были а теперь вращается оба колеса то есть все таки сергей не выдержал блокировку включил в переднем мосту сразу поехал поэтому соблазнен включить блокировки всегда есть для нас по этому маршруту проехал стандартный у вас ну может быть стандартный во всяком случае у него точно не сороковые колеса он пробирался по лесу рядом то есть вот так вот нагло по колее он ехал ему так прокатились как в кино но здесь я не буду комментировать здесь можно просто посмотреть на наши дороги на наши машины и первая точка первая точка которой мы остановились довольно интересное место сейчас я более подробно покажу и расскажу насколько знаю вот такое тихое место в горах довольно таки труднодоступное но тем не менее нашлись энтузиасты вот построили вот такой приют здесь есть баня дом погода нас не балует все время дождик шел в этот день но зато очень приятный свежий воздух сейчас сам домик покажу поближе такой вот не совсем простой домик очень удобный и уютный а это вид изнутри вот такая вот интересная печь кстати эта печь выжила после пожара дом версия номер два то есть предыдущий дом сгорел по какой причине я не знаю сейчас поднимусь покажу как выглядит второй этаж вот так вот все довольно таки аккуратно и удобно во всяком случае наверно удобнее чем в палатке спать да вот по таким дождем как сейчас но нам надо ехать дальше мы прощаемся с этим местом и едем у нас есть план разведать дорогу в общем разведки не получилось получилось лесопилка сплошная перед этим прошел дождь потом ударил заморозок и повалил лес вместо этого покажу такой вот интересный момент нашли мы лужу решили решили уазик искупать ну и заодно показать как это выглядит на таких бубликах как это выглядит клёса не спускали блокировки не включая да вот такая вот у нас это дорога с плохим покрытием я так вот да то есть это нельзя назвать бездорожьем дядя петя на лесовозе засмеет вас поэтому эта дорога с плохим покрытием не очень хорошим покрытием вообще классно тепло мы продолжаем свой маршрут мы едем очень интересный интересному пути интересной дороге дорога идет в речке километра два ровная как стрела вот видите самое интересное по ней похоже не ездили лесовозы то есть она без колеи абсолютно ровно единственное что все завалено упавшими деревьями если видите то слева речка сейчас я покажу поближе вот такая бурная река бурная конечно только весной летом это ручеек это 5 деревьев сейчас мы эту речку переедем проехали всю эту дорогу ровно переедем речку и окажемся на месте высшей деревни поселок этот поселок закрыли 60-х годах до этого там уже не люди и в основном добывали уголь и города слота уст а 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 Это конечная наша точка и стоянка. Стоянка благоустроена, здесь видимо во время покоса живут люди, а на этой поляне стоял поселок, даже нашел фотографию, единственную фотографию для многих людей Аннера, единственная она всю жизнь была. Ну а теперь здесь вообще ничего нет, вообще. На этих товарищей двух любоваться долго не будем, сейчас еще раз покажу пейзаж, который окружает это место и тронемся в обратный путь. Серега что-то задумал. Пока я любовался артефактами на стоянке различными, вот этими рогами, например, Серега оставил привет от компании Good Year. На всех колесах мы катаемся. И все, обратный путь. Обратный путь оказался сплошной непрерывной полтора часовой тренировкой по пилке деревьев. Поэтому вазик, отпуская скупую мужскую слезу по лобовому стеклу, прощается с вами. И я всем говорю до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok